Каждое занятие мы с вами будем разбирать два одиночных масла или две смеси из нашего семейного набора. Ну и кроме этого, дополнительно мы будем поднимать какую-то тему, которая глубже будет раскрывать понимание влияния эхирных масел на наш организм. Сегодня мы разберем с вами подробно одну из систем нашего организма, такую как иммунитет. И, конечно же, остановимся подробно на очень важной другой системе нашего организма – это дыхательная система. Разрешите познакомить с планом нашего занятия. Наверняка вы уже видели его в телеграм-канале, но я еще раз повторюсь. Мы подробно разберем с вами уникальные свойства эхирных масел в смесях, потому что эхирные масла в смесях работают совершенно иным образом, не так, как они работают, когда они находятся поодиночке. Мы поговорим с вами про две системы организма, которые я назвала. Узнаем, как можно заниматься восстановлением этих систем, другими методами, ну и, в частности, при помощи ароматерапии и натуральных эхирных масел. Затем подробнее с вами остановимся на защитной смеси эхирных масел OnGuard и на респираторной смеси эхирных масел Brice, или Air, по-другому называется. Мы разберем каждую смесь тщательно, узнаем, как мы можем применять в домашних условиях, для каких целей. После того, как будет выложена запись теоретической части сегодняшней встречи, мы предоставим вам и домашнее задание. В домашнем задании в формате PDF будет представлена краткая выжимка сегодняшней теории, ну и различные рецепты с теми двумя смесями, которые мы будем разбирать. Если мы справимся быстро, то в конце поработаем с вами с маслами. Я познакомлю вас с техникой, которая называется «Скорая помощь» своего состояния при помощи эхирных масел. Так что приготовьте масла, пока я буду рассказывать теоретический материал, пусть они будут рядом с вами, они нам в конце пригодятся. Если у вас возникают какие-то вопросы, комментарии по ходу, пожалуйста, пишите в чат, я потом в конце все это прочитаю. И на ваших вопросах, комментариях мы остановимся подробнее в конце. Если вы были на наших ознакомительных встречах, на наших мастер-классах, то вы наверняка знаете, что человечество более 6000 лет знакомо с восхитительным воздействием натуральных эхирных масел, с их целебными свойствами и неповторимыми ароматами. И так много людей открывает для себя заново мир ароматерапии, ведь когда-то эти знания были доступны только для привилегированного класса людей. В компании Дотера есть для знакомства с миром ароматерапии прекрасный набор. Этот набор из 10 бутылочек, набор на все случаи жизни. Поэтому я очень рада всех приветствовать на открытии нашего нового потока курса «Семейная аптечка». Наш курс повторяющийся, он состоит из пяти занятий. Когда пять занятий заканчиваются, вы приступаете снова повторно к изучению курса, если у вас есть такая потребность для закрепления. Сегодняшнее занятие мы начнем именно с эфирных масел и их смесей. Но прежде чем рассказывать о том, как работают одиночные эфирные масла в смесях, знаете ли вы, что такое ароматерапия? Напишите, пожалуйста, в чат. Знаете ли вы, что это такое? Из чего ароматерапия состоит? Как вы понимаете, что такое ароматерапия? Для всех новичков я рекомендую изучить два бонусных видео, которые есть по ссылке на нашем телеграм-канале. Именно там дается теоретическая основа ароматерапии. Так вот, ароматерапия – это методы применения эфирных масел. И теоретический материал вы сможете изучить именно в этих двух видео. В первом видео, двухчасовом, вы узнаете о том, какие существуют группы методов применения эфирных масел. А во втором видео, тоже двухчасовом, вы узнаете особенности применения эфирных масел для беременных женщин и детей. И там есть в конце очень подробно про использование эфирных масел из семейного набора, именно для детей. Итак, вас заинтересовала ароматерапия. Вы приобрели какие-то эфирные масла, но вы не знаете, с чего начать. В первую очередь, вы можете начать с изучения различных видео на нашем YouTube-канале. Также у нас есть профиль в Instagram, и в этом профиле очень много полезного материала и очень много полезных постов и записей эфиров именно для новичков. Поэтому изучайте этот материал в том числе. Если говорить про наше видео с YouTube-канала, то обратите внимание, что там есть различные функции просмотра видео. Если вы, допустим, не очень хорошо понимаете, о чем речь, вы по натуре визуал, по восприятию информации, там можно включить субтитры, и весь текст будет демонстрироваться на экране. Вы также можете изменить качество картинки, изменить скорость воспроизведения. Если я вдруг для кого-то говорю слишком быстро, вы можете сделать воспроизведение звука медленнее. Если для кого-то это слишком медленно, вы можете изменить, увеличить скорость. Также я хочу обратить ваше внимание на ссылку, которая тоже дана и в чате, и на канале, по которой собраны самый полноценный на сегодняшний момент комплекс различных справочных пособий. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на пособие, оно, конечно, старого издания, называется Modern Essential, но оно в PDF, оно очень кратенькое, там 50-60 страниц. Но вам этого пособия вполне достаточно, потому что оно краткое и можно найти очень быстро, что такое ароматерапия эфирные масла. Далее идет информация про каждое эфирное масло, но нас интересует больше вторая часть. Там дан рубрикатор в алфавитном порядке, указан список проблем, которые могут возникать у человека, и кратко поясняется, как вы можете решить ту или иную проблему, используя эфирное масло. Каким методом, в какой дозировке, какой метод применить. Это очень важно. Это вам поможет на начальном этапе научиться применять эфирные масла по назначению. Также обращаю ваше внимание, что по той же ссылке есть и другие более полноценные, более глубокие справочники, в которых указаны и все одиночные масла, и все смеси, которые есть в компании Дутера. Также обращаю ваше внимание на то, что там есть небольшое количество PDF-инструкций, которые я специально создавала под часто задаваемые вопросы в нашем чате. Чтобы люди постоянно их не задавали, я всегда адресую PDF, и там можно узнать различные методы ароматерапии, которые можно применять в том или ином случае, и различные виды масел, которые вам помогут. Также изучайте эту литературу. Также там есть таблицы дозировки по возрастам для детей и взрослых, применение эфирных масел в косметологии, если вам это необходимо. Ну и самое важное, как сделать процентный раствор для наружного применения. Потому что не все знают, а соблюдение мер осторожности очень важно. Ну и, конечно, в помощь наш курс, который вы получили в подарок при покупке регистрационного набора. Эфирные масла состоят этой способности. Благодаря этой способности масел улетучиваться, быстро распространяться в пространстве. Оно и получило свое название. В словосочетание эфирное масло ключевое как раз не масло, а ключевое слово эфирное. Эфиры – это соединения, которые представляют собой маленькие органические молекулы. И они переходят из жидкого состояния в газообразное при комнатной температуре. Эти молекулы настолько малы, что в одной капле эфирного масла может содержаться до 40 миллионов триллионов таких молекул. Число соединений может насчитывать от одного до тысячи в составе одного масла. Но есть очень интересные масла. Например, масло березы и грушанки, которые есть в составе смеси Deep Blue из нашего семейного набора. Есть практически одно вещество – метилсолил ацетат. То есть эти два масла, единственные, состоят из практически одного компонента. А вот в масле нарда, наоборот, сотни соединений. Ну и эфирные масла из нашего набора, такие как лаванда, чайное дерево, тоже содержат достаточно большое количество компонентов. Ввиду того, эти масла являются маслами широкого спектра действия. Говоря о смесях эфирных масел, нам важно обратить внимание на уникальные свойства эфирных масел. Именно эти особенности учитываются при составлении смесей. Первая важная особенность – это синергия. Когда несколько эфирных масел взаимодействуют между собой, их индивидуальные свойства усиливаются. И благодаря взаимодействию каждый химический компонент эфирного масла может приобретать несколько иные качества, чем он имеет, если выделить его из состава отдельно в чистом виде. При этом свойства каждого компонента, благодаря взаимодействию с другими веществами, могут быть как усилены, так и ослаблены. Есть еще одно уникальное свойство – масла по отношению друг к другу в зависимости от своего состава могут быть друг к другу. Как проявляется синергичность? Давайте я вам приведу простой пример. Давайте возьмем эфирное масло коры корицы. Это масло сегодня мы будем разбирать, оно будет в составе одной из сегодняшних смесей. Эфирное масло корицы является сильнейшим раздражителем из-за содержания коричневого альдегида. Поэтому в парфюмерии это масло не рекомендуется использовать в больших концентрациях. Если смешать это эфирное масло с равным количеством другого масла, в котором преобладает химическое вещество D-лимонен, то раздражающие свойства коричневого альдегида ослабляются. То есть если мы к эфирному маслу корицы добавляем любое масло цитрусовой группы, соответственно, вот это сильное воздействие эфирного масла немного будет ослаблено. Есть еще одно уникальное свойство у эфирных масел. Это свойство называется комплементарность. Вводя комплемент в необходимое для терапевтического применения эфирного масла, его действие и состав остается без изменений, но устраняется или нивелируется неприятный для психологического восприятия запах. То есть некоторые неприятные ароматы мы можем прикрывать приятными. И это тоже используется для создания смесей свойства. Чтобы вам легче разобраться в этом всем, дам просто краткую информацию. Вам нужно запомнить, что все цитрусовые масла прекрасно сочетаются между собой. Все хвойные древесные масла прекрасно сочетаются между собой. Это сосна, кедр, пихта, можжевельник и так далее. Все цитрусовые прекрасно сочетаются с хвойными. Все цветочные ароматы нероли, роза, жасмин, герань и так далее тоже между собой прекрасно сочетаются. И есть еще одно уникальное масло из нашего семейного набора. Это эфирное масло лаванды. Оно сочетается со всеми другими маслами и со всеми другими смесями. Если вам неприятен, например, аромат гвоздики, вы можете прикрыть его эфирным маслом можжевельника. Если вам не очень приятен запах эфирного масла, чтобы прикрыть эту неприятную ноту. Если вам не очень приятен восстановление одной из ваших систем организма, то вы можете использовать дополнительное эфирное масло лимона или мяты перечной. Это краткая информация, которая касается масел и смесей. Ну, еще важно, конечно, остановиться и на нашем организме. Наш курс в первую очередь посвящен влиянию эфирных масел на наш организм и на наше тело. Но вообще, поскольку мы сущности многомерные, эфирные масла влияют на разные уровни человека. На уровень энергии, на уровень эмоций и чувств, на уровень мышления. Поэтому, работая с эфирным натуральным маслом, человек ощущает, что эфирное масло начинает воздействовать на всех этапах. Мы, конечно, коснемся немного момента на наших занятиях, как можно научиться управлять нашими эмоциями и чувствами при помощи натуральных эфирных масел, как мы можем корректировать наше психоэмоциональное состояние. Но подробно на этом останавливаться не будем, потому что для этого у нас существует второй курс, который ведет моя коллега Елена Голубева. Но этот курс проходит не регулярно, а периодически. Поэтому следите за анонсами. И на этом курсе мы рассматриваем другие масла и другие смеси компании Дутера. Сегодня я хочу с вами поговорить про нашу иммунную систему. Знаете ли вы, что каждому из нас от природы дан свой запас энергии и здоровья? Наша иммунная система помогает нам максимально долго оставаться здоровыми. Эфирные масла помогают поддерживать здоровый иммунитет растения. Мы об этом знаем. Они защищают от неблагоприятного воздействия окружающей среды и заболеваний, от воздействия перепада температур. Используя эти свойства эфирных масел, человек тоже воздействует на свою иммунную систему. В некотором смысле эфирные масла – это и есть иммунная система самого растения. Известно, что все эфирные масла обладают бактерицидным, противовоспалительным и антисептическим действием. Кроме этого, они обновляют механизм саморегуляции в организме. Две трети – это функция и состояние органов дыхания. И третья часть всех известных эфирных масел восстанавливает и повышает активность иммунной защиты организма. Но что же такое иммунная система? Иммунитет – это система органов и тканей, которая защищает наш организм от болезнетворных микроорганизмов, инородных тел, различных веществ, которые наш организм не принимает, и также переродившихся к клеток самого организма. Назначение иммунитета – вырабатывать лимфоциты, макрофаги и молекулы, которые активизируют иммунный ответ на реакцию извне. А возбудителями различных проблем, которые появляются у нас с иммунитетом, является как раз патогенная флора, которая поступает к нам извне. Это инфекции, вирусы, бактерии и так далее. Различают врожденный и приобретенный иммунитет. Врожденный имеется у нас от рождения и передается к нам от родителей. А вот приобретенный – это тот иммунитет, который мы приобретаем в течение жизни, после различных вакцин, после того, как переболели каким-то заболеванием. Но кроме этого еще важно знать, что есть такое понятие, как местный и общий иммунитет. Общий иммунитет – это иммунная система нашего организма в целом. Местный иммунитет – это такое обиходное название. Иммунитетом мы можем понимать кожу, слизистые оболочки, ресничатый эпителий, волоски в носу, серную смазку в ушах, миндалины. То есть это инструменты, которые препятствуют проникновению инфекции в организм. Ну а на самом деле, конечно, они прямого отношения к иммунной системе никакого отношения не имеют. Это лишь барьеры на пути проникновения патогенной флоры в наш организм. Поэтому очень важно, чтобы наша иммунная система участвовала в производстве белых кровяных телец, наших главных клеток-защитников, чтобы мы оставались как можно дольше здоровыми и энергичными. Давайте мы с вами попробуем определить, по какой причине у нас возникают проблемы с нашим иммунитетом. Я уверена, что вы наверняка знаете, из чего состоит наша иммунная система. На экране вы видите список различных органов и систем, которые участвуют и составляют иммунную систему. Итак, возбудителями большинства заболеваний являются различные микроорганизмы. Это бактерии, вирусы, грибки, паразиты, которые находятся внутри нас, злокачественные клетки, пересаженные... ...которые есть у человека, связанные с нарушением работы иммунной системы. Мы все время говорим о том, что нужно укреплять иммунитет. Оказывается, это не совсем так. Если наш иммунитет работает под нагрузкой, нам, наоборот, нужно ослабить работу иммунной системы. Поэтому заболевания, которые у нас есть, могут быть связаны не только с гиперфункцией нашей иммунной системы, но и с ее ослаблением в том числе. Для того, чтобы как можно дольше оставаться здоровыми, необходимо уделять внимание профилактике заболеваний, укрепляя организм и все время... ...улучшая работу иммунитета. И, конечно же, я буду вам рекомендовать самый лучший подход, комплексный подход к образу жизни. Он называется «здоровый образ жизни». К сожалению, эта фраза сегодня истерта до дыр, и не все люди понимают до конца, что имеется в виду под этой фразой «здоровый образ жизни». И очень важно понимать, что здоровый образ жизни – это не просто правильное питание или, например, физические нагрузки, а это именно комплекс мер, который будет изменять ваш образ жизни. Это и правильное питание, и различные физические нагрузки, которые каждый человек индивидуально подбирает под себя. И это какие-то закаливающие процедуры. Конечно, это еще и эмоциональный отдых. Мы живем с вами в век стрессов, поэтому очень важно научиться избегать этих стрессовых ситуаций, хотя для нас на сегодняшний момент это кажется невозможным, но это реально. Ну и очень важно для укрепления иммунитета правильно дышать. Что значит правильно дышать? Я подробнее остановлюсь на этом, когда мы будем говорить с вами про дыхательную систему чуть позже. Иммунитет дыхательных путей обеспечивают слизистые оболочки носа, рта, подъязычной области, трахеи и бронхов. Что такое вообще дыхательная система? Дыхательная система – это система органов, целью которой служит доставить кислород в организм и вывести углекислый газ из него. И мы с вами с первых дней до последних дышим автоматически и не в состоянии повлиять на наш ритм вдохов и выдохов. Хотя существуют различные практики, когда мы специально задерживаем дыхание или делаем вдох на счет для того, чтобы тренировать эту систему. Но мы никогда с вами не задумываемся, как мы дышим, сколько мы вдохов делаем в сутки. С этим справляется автоматически наша система, наш организм. В органах дыхания происходит очищение, увлажнение, согревание, вдыхаемого воздуха, восприятие запаха и температурных и механических раздражителей. Именно эта дыхательная система нас волнует больше других, потому что она напрямую связана с восприятием аромата эфирных масел. Заболевания органов дыхания, к сожалению, это одно из самых часто встречающихся патологий, одна из самых часто встречающихся патологий, с которыми пациенты обращаются к врачу. Ну и 2000... Почему так выходит? Дело в том, что заболевания органов дыхания плохо поддаются самостоятельному лечению. Ну и плюс, когда задействован какой-то один из органов этой системы и поврежден, мы испытываем недостаток кислорода. И, конечно, мы тут же с вами почувствуем и уменьшение количества энергии в организме. Возбудителями таких заболеваний чаще всего становятся бактерии все те же, вирусы и аллергены. Как вам кажется, от чего зависит состояние нашей дыхательной системы? Оказывается, состояние дыхательной системы нашего организма зависит еще и от влияния окружающей среды и от самого иммунитета нашего организма. Для профилактики заболевания дыхательной системы, как и для укрепления иммунитета, рекомендован все тот же ЗОЖ – здоровый образ жизни. Но к тому, что я уже говорила ранее, добавлю соблюдение правил личной... Наконец-то люди научились мыть руки с мылом и пользоваться различными дезинфицирующими средствами. Ну и также снижение посещаемости общественных мест в период роста заболеваемости. Особенно, если вы знаете, что у вас иммунитет не очень крепкий и вы можете быстро заболеть. Ну и говоря про правильное дыхание, важно еще заниматься различными дыхательными практиками и дышать правильно. Правильное дыхание – это диафрагмальное дыхание, когда мы дышим не грудной клеткой, а когда мы дышим с вами животом или диафрагмой. При этом при вдохе живот надувается, округляется, а при выдохе он как будто бы прижимается к позвоночнику. Когда я буду вам рассказывать про некоторые практики, некоторые техники с эфирными маслами, обычно мы будем с вами это диафрагмальное дыхание использовать. Давайте двигаться дальше. Пришло время перейти непосредственно к эфирным маслам и смесям из нашего набора. Первую смесь, которую мы разберем, это защитная смесь эфирных масел OnGuard. Дословно, с английского эта смесь переводится на страже. Это смесь на страже нашего иммунитета в первую очередь. Ну, конечно, я не могу сказать, что эта смесь воздействует только на иммунитет и больше ни на какие другие органы и системы не воздействуют. Давайте разберем с вами состав этой смеси. В состав входят пять одиночных масел. эфирный масел, эвкалипта и розмарина. В составе этой смеси есть достаточно много масел, которые являются маслами сильного действия. Ну, и помня про синергию, естественно, эфирные масла в смеси будут увеличивать воздействие друг друга на наш организм. Мы знаем, что есть природный антибиотик, и он есть в нашем семейном наборе. Это эфирное масло чайного дерева. Так вот, смесь OnGuard сильнее одиночного эфирного масла чайного дерева в 26 раз. Поэтому я очень аккуратно рекомендую вам относиться к этой смеси, постепенно с ней знакомиться, начиная сначала с ингаляций, потом добавляя наружные методы и только потом уже начинать принимать внутрь. Особенно это касается детей и подростков. Давайте с вами кратко пройдемся по каждому маслу, которое входит в состав этой смеси. Начнем с вами с дикого апельсина. Это масло, которое обычно рекомендуется любому человеку, несмотря на то, какой у него возраст и какое состояние здоровья. Если вы хотите сделать подарок своему близкому человеку, предложите ему апельсин. Апельсин – это концентрат радости. Масло дикого апельсина оказывает тонизирующее действие, улучшает настроение, активизирует мыслительную деятельность, повышает антиоксидантный потенциал организма, защищает нашу клетку, поэтому и повышает иммунитет, обладает антисептическими свойствами, улучшает работу кишечника и пищеварительной системы в целом, поэтому будет воздействовать и на наш аппетит и будет способствовать выведению токсинов из организма, ну и также защищает от негативных воздействий, стимулирует регенерацию тканей и обновление кожи. Это прекрасный антидепрессант к тому же. Такое противоречивое масло, в одном случае оно тонизирует, а в другом наоборот расслабляет. Запах этого эфирного масла поможет снять тревожные состояния, ночные страхи, снять усталость. Кроме того, оно обладает противоканцерогенным эффектом, что позволяет использовать его в борьбе с раковыми клетками. Говоря про группы методов аромотерапии, его можно использовать ингаляционно внутрь и наружно. И обычно это эфирное масло используется в средних или высоких концентрациях. Следующее эфирное масло в составе смеси Онгард это эфирное масло гвоздики. Активное вещество есть в этом масле, оно называется эфгенол. И ввиду этого эфирное масло гвоздики всегда необходимо разбавлять для наружного применения. Соответственно, смесь Онгард тоже всегда необходимо разбавлять для наружного применения. За счет содержания эфгенола ароматерапия с эфирным маслом гвоздики повышает общий тонус нашего организма, тонизирует без стимулирования, например, так же, как это делает мята. Мята тонизирует и стимулирует, то есть гвоздику мы можем использовать в вечернее время. Улучшает зрительную память, обладает противовоспалительным антибактериальным успокаивающим действием, регенерирующим, согревает, и это прекрасное крововосстанавливающее средство. Если использовать его для ухода за кожей, то оно оказывает легкое подсушивающее, очищающее действие, поэтому лучше всего подходит для ухода за проблемной кожей. Ну и если использовать наружно, то это масло используется чаще всего как обезболивающее или снимающее спазмы. Это отличное средство и помощь в лечении инфекции верхних дыхательных путей. Кроме этого, гвоздика является активным афродизиаком. Это значит, что аромат масла будет воздействовать на гормональную и эндокринную систему у мужчины или женщины. Эфирное масло гвоздики еще замечательно подавляет рост бактерий в продуктах питания. Используется это эфирное масло при ингаляциях наружно и внутрь. Но будьте внимательны, для детей до 10, в некоторых случаях до 14 лет, не рекомендуется использовать наружно. А если вы желаете использовать, то очень в низких концентрациях и очень аккуратно. Ну а тем более внутрь. Внутрь рекомендуется применять это масло только взрослым людям и еще в зависимости от состояния и здоровья. Поэтому помните, всегда нужно разбавлять и эфирное масло гвоздики и смесь ОНГАРД для наружного применения и для приема внутрь. Следующее масло в составе нашей смеси защитное масло верхней ноты. Кстати, о нотах аромата и степени летучести мы будем говорить с вами на следующем занятии. Это тоже очень важно для того, чтобы правильно подобрать эфирное масло для решения какой-то своей задачи или проблемы, которая есть. Эфирное масло розмарина можно применять внутрь, также использовать наружно и ингаляционно. Это масло прекрасно повышает концентрацию внимания, повышает и улучшает усвоение информации, обработку информации. Увеличивает объем памяти. При этом помогает снять напряжение и усталость. Очень часто используется для восстановления работы нашего пищеварительного тракта, нашей мочеполовой системы. Эфирное масло используется очень часто для восстановления работы дыхательной системы. Ну, кроме того, что это масло является прекрасным антисептиком, оно еще часто используется и в массажах, и в массажных смесях, как прекрасное стимулирующее и разогревающее средство. Поэтому, если вы хотите помочь себе или своему ребенку лучше усваивать информацию, особенно если вы обучаетесь чему-то новому или у вас такой вид деятельности или работы, и когда вам необходимо за сутки переработать много информации, там есть много деталей, много цифр, то розмарин вам будет очень помогать. Но имейте в виду, что это масло лучше всего использовать в первой половине дня до 18 часов. Хотя у меня были такие случаи, когда женщина обратилась за помощью и поросила порекомендовать масло. Который ей будет помогать тонизировать, улучшать настроение и чувствовать себя более энергично в первой половине дня. Но, несмотря на это, это масло воздействовало очень странным образом. Оно воздействовало почему-то как лаванда. И она, наоборот, после вдыхания этого аромата очень сильно расслаблялась, и оно воздействовало на нее как снотворное. Ну, так тоже бывает. Эфирные масла сами диагностируют наши пробелы и начинают помогать нам там, где необходимо. Хочу также отметить, что розмарин – это эфирное масло, которое повышает давление. Поэтому, если у вас есть склонность к повышенному артериальному давлению, то аккуратно используйте и одиночное масло, и смесь OnGuard. Ну, поскольку там добавлено, конечно, в смеси эфирное масло апельсина, то это действие эфирного масла будет уже немножко нивелировано. Но все равно внимание обратите на этот факт. Следующее эфирное масло – это масло корицы. Я сегодня о нем уже рассказывала и говорила, что в составе этого масла есть активное вещество коричный альдегид и тот же эфгенол, который есть в гвоздике. Поэтому эфирное масло является тоже маслом сильного действия, которое необходимо разбавлять перед применением наружно. У этого масла есть низкая токсичность и высокая противогрибковая эффективность. Это прекрасное антибактериальное средство оказывает легкое подсушивающее, очищающее и обезболивающее действие. Часто используется в косметологии и в дерматологии при уходе за кожей, чувствительной или проблемной. Это масло часто используется для лечения или восстановления работы верхних дыхательных путей. Это масло также является афродизиаком и часто используется при наружном применении как анестетик при зубной боли или боли, которая возникает в результате удаленного зуба. Ну и, конечно же, будет в целом воздействовать на наш иммунитет, повышать жизненный тонус, улучшать настроение. Потому что, если аромат вам нравится, этого одиночного масла, то и смесь Унгард тоже будет приятна. Еще одно одиночное масло в составе этой смеси – эфирное масло Эвкалипта. Тоже масло студентов, которое помогает нам улучшать наше логическое мышление, помогает нам улучшать настроение, дает нам тонус, придает нам большее количество энергии. И в этом масле есть активное вещество Эвкалиптол. Благодаря этому компоненту эфирное масло чаще всего применяется при восстановлении органов верхних дыхательных путей. Чаще всего используется для улучшения концентрации внимания. Восстановление нашей костно-мышечной системы, при лечении мочи половых, каких-то проблем. Ну и наружно будет тоже использоваться очень часто при уходе за полостью рта, при уходе за проблемной кожей, при мигрениях. Ну и если использовать в чистом виде, на открытую раму, то эфирное масло Эвкалипта поможет остановить кровь. Кстати, хочу отметить, что в составе смеси Оангард эфирное масло Эвкалипта – Эвкалиптус радиата, который можно принимать внутрь. Но вот мономасло Эвкалипта компании Дутерра применять внутрь нельзя. Там находится другой вид эвкалипта. Для наружного применения это масло необходимо всегда разбавлять, если у вас чувствительная кожа. Итак, мы разобрали все пять масел, которые входят в состав смеси Оангард. В целом, аромат этой смеси сладкий, свежий. Тут мы услышим нотки апельсина. Теплый, пряный, древесный. Поэтому мы будем отчетливо слышать и аромат гвоздики. Камфорный, травянистый. Эти ноты будут давать нам розмарин и эвкалипт. Ну и также есть нотки теплые, пряные, древесные, сладкие. Этот аромат будет давать эфирное масло корицы. Большая часть масел в этой смеси являются маслами верхней ноты. Соответственно, компоненты этих эфирных масел будут проявляться первые 40 минут. Именно в первую очередь будут воздействовать на нас и на нашу нервную систему. Но не забывайте, что эта смесь из масел сильного действия. Поэтому используем эту смесь очень аккуратно. В целом, для чего нам нужна эта смесь, в каких случаях мы будем ее использовать? Давайте разбираться. Для поддержания здоровья в целом, для дезинфекции воздуха, для тонизирования и улучшения настроения. В этом случае нам подойдет лучше всего ингаляционный метод ароматерапии. А вот для укрепления иммунитета сердечно-сосудистой системы уже рекомендуется использовать эту смесь внутрь или воздействия на слизистые оболочки. При наружном использовании необходимо всегда разбавлять для чувствительной кожи и соблюдать меры безопасности при использовании. Эту смесь можно использовать как ингаляционно, так и наружно. Можно воздействовать на слизистые и применять внутрь. Также хочу обратить ваше внимание на то, что у нас есть лечебные и профилактические курсы. Поэтому изучите, пожалуйста, очень внимательно методы ароматерапии в том видео, о котором я говорила в начале. Использовать масло на протяжении суток. И скольки дней должен состоять курс и так далее. Разбирая каждый раз масло или смесь, мы всегда будем возвращаться с вами к истории. И сегодня я вам хочу рассказать про историю, которая относится к созданию смеси четырех воров. И связана она с 15 веком. И это, вероятно, самая громкая история спасения от эпидемии благодаря эфирным маслам. Ну, поскольку с 15 века до сегодняшнего дня прошло очень много времени, то, естественно, и эта история обросла различными версиями. И сегодня до нас дошло более 17 версий этой истории. По одной из них, по одной из версий, существовала группа преступников, которые были торговцами специй из Индии. И они прекрасно разбирались в свойствах различных трав. Но на преступный путь их вынудила стать эпидемия, во время которой был запрещен ввоз товара из жарких стран. И чтобы не разориться, они решили грабить опустевшие дома и захоронения. По другой версии, один из воров этой группы был фармацевтом. И по просьбе своих сообщников он изготовил сильно действующую смесь эфирных масел. Так или иначе, мы все равно никогда не узнаем, как было на самом деле, но смесь действительно работала. Никто из них не заразился страшной болезнью. Их дерзкие грабежи привели к тому, что про банду узнал король. И по его приказу воры были пойманы, предстали перед судом. И им был предоставлен выбор – помилование в обмен на формулу или сожжение на костре. Ну, раз эта история дошла до нас, то вы понимаете, чем это все закончилось. Так вот, история заканчивается тем, что воры раскрыли формулу, и король развесил ее по всему городу. Какое имеет отношение эта смесь четырех воров к нашей смеси Онгард? Дело в том, что смесь четырех воров очень похожа на состав смеси Онгард. Благодаря основным свойствам эфирных масел, входящих в состав этой смеси, она обладает антибактериальным, противогрибковым, противовирусным, противопаразитарным, прекрасным дезинфицирующим, антисептическим и противовоспалительным средством. То есть это смесь широкого спектра действия. Мы можем считать ее природным натуральным антибиотиком. Использование смеси может поддерживать здоровье дыхательной системы, укреплять иммунитет, особенно в период, когда мы переходим от тепла к холоду. Ну вот, например, как сейчас, от лета к осени. Это эфирное масло, вернее, эта смесь эфирных масел поможет защитить организм от негативного воздействия окружающей среды. Это прекрасная помощь организму в защите от агрессивного поведения свободных радикалов, улучшения кровообращения, тонус, улучшения настроения, все то, что нам нужно именно сейчас для нашего организма. При этом смесь прекрасно дезодорирует и дезинфицирует воздух в закрытых помещениях и поверхности. Ароматерапия со смесью OnGuard используется для устранения болезнетворных бактерий. Например, можно при замене воздушных фильтров капнуть пару капель на них. Можно использовать эту смесь для освобождения от никотиновой зависимости. Ну и, кстати, говоря про мои PDF, которые я рекомендовала в самом начале, обратите внимание на PDF, который называется «Как освободиться от табачной зависимости при помощи методов ароматерапии». Этот PDF подойдет и для всех людей, у которых есть проблемы с дыхательной системой. Эта смесь – прекрасная помощь для очищения и освежения воздуха, для дезинфекции различных поверхностей в нашем доме, для чистки поверхностей автомобиля. Мы можем использовать это средство как антисептик для рук. Давайте разберем подробнее, в каких сферах мы можем использовать. Для того, чтобы подробнее перейти и разобрать рецепты применения, хочу с вами еще поговорить об особенностях применения. Я уже говорила о том, что не рекомендуется эту смесь использовать детям до 10 или до 14 лет внутрь, ну и наружно в том числе, если есть индивидуальная непереносимость одного из компонентов. Очень осторожно использовать женщинам при беременности, детям от 6 лет и старше использовать в разбавленном виде и в очень низких дозировках, и только наружно. Ну, ингаляционно тоже, конечно. Мы должны начинать с низких дозировок. Всегда разбавлять необходимую эту смесь для детской и чувствительной кожи. И при нанесении на кожу мы должны с вами избегать солнечных лучей в течение 12 часов, если есть активное солнце. Ввиду того, что там есть фототоксичное масло апельсина. Что такое фототоксичные масла, есть как раз у нас об этом пост и запись эфира в Инстаграм. Переходите по ссылке и изучайте. Любое масло, как и эту смесь, рекомендуется хранить в недоступном для детей месте и избегать чувствительных областей нашего тела. Но если так случилось, что вы, например, дышали маслом, случайно оно попало на слизистую глаза или на кожу, первое, что необходимо сделать, это прохладной водой максимально промыть. Много-много раз. Ни в коем случае не рекомендую делать это теплой водой, потому что температура, наоборот, поможет быстрее раскрываться компонентом эфирного масла, и оно начнет быстрее воздействовать на нас. Если у вас есть возможность дойти до кухни и взять пищевое растительное масло или у вас кто-то окажется рядом, кто поможет это сделать, то лучше всего, конечно, использовать пищевое растительное масло, чтобы убрать остатки эфирного масла, которое принесло вам какой-то дискомфорт. Потому что эфирные масла растворяются только в жирах. Ну, а теперь давайте перейдем все-таки к самим рецептам и практическому применению этой смеси. В домашнем задании у вас рецептов будет немного. Вы выбираете какие-то 2-3 и эту неделю до следующего занятия применяете и делитесь с нами результатами применения в нашем телеграм-чате. В первую очередь, эта смесь нам нужна для дезинфекции помещений, особенно сейчас, в осенний период. Для очищения и освежения воздуха в закрытых помещениях можно смешать несколько капель смеси с водой, распылить эту ароматическую воду при помощи распылителя или распылить при помощи диффузора, если он у вас есть. Для очищения дезинфекции ванны можно приготовить раствор и использовать для очищения. Как этот раствор приготовить, будет у вас рецепт в домашнем задании. Можно также будет приготовить и универсальное средство для очищения и дезинфекции поверхности в вашем доме, которое вы можете использовать во время уборки. Смесь Унгард также прекрасно можно использовать для приготовления натурального средства для очищения рук. Рецепт тоже будет. Иммунитета и повышение защиты от инфекций рекомендуется использовать это эфирное масло, вернее, смесь эфирных масел внутрь. Как правильно применять эфирное масло внутрь, об этом я тоже говорила в видео методы ароматерапии. Давайте кратко остановимся еще раз. Для того, чтобы использовать эфирное масло внутрь, нам нужно использовать любой натуральный компонент, который будет служить эмульгатором. Это может быть 1 чайная ложка меда, сахара, варенья, любого углевода или 120 мл любого напитка. Ну, конечно же, если мы используем напиток или жидкость, то мы должны это масло очень хорошо размешать или смесь эфирных масел, чтобы оно пленкой не легло на поверхности и не обожгло нам слизистую. Ну, а в зависимости от вашего состояния вы можете использовать или одиночное масло или по мере необходимости. Ну и также для сильнодействующих масел или для масел или смеси, которые не очень приятны на вкус, у нас есть прекрасные капсулы Веги Капс, растительные капсулы, которые подходят для приема эфирных масел внутрь. Но все-таки, что касается смеси Онгард, я рекомендую ее разбавлять с пищевым растительным маслом, особенно если вы только начинаете знакомиться с этим эфирным маслом и ваш организм еще к ней не привык. Есть в аромотерапии правило «много не значит хорошо». Иногда низкие дозировки и масла, которые не обладают сильным действием, приносят больший результат, чем сильнодействующие масла. Поэтому при выборе масла или смеси тоже обращайте внимание на этот факт. Смесь Онгард прекрасно подойдет нам для ухода за кожей, особенно если у нас какие-то есть проблемы. Для устранения бородавок мы можем использовать эту смесь уже в более сильных концентрациях. Но, конечно, мы должны учитывать с вами и возраст. И не забывайте, что чувствительность на разных частях тела у нас тоже разная. Чувствительность на стопах одна, чувствительность на ногах другая. Чувствительность на руках третья, а на лице четвертая. Поэтому очень важно понимать, что тут необходимо соблюдать меры осторожности при применении. Если у нас есть такая проблема, как папилломы, бородавка, мы хотим удалить какой-то нарост или какую-то похожую другую проблему, то для усиления эффекта мы можем закрыть эту область пластырем с бинтовой прокладкой. Это усилит эффект и продлит воздействие масла на более длительный срок. Ну и дополнительно можно чередовать эту смесь с другими маслами из нашего семейного набора. Это эфирные масла орегано, чайного дерева, лимона, ладана. Они прекрасно будут справляться с этими проблемами. Ну и еще раз напоминаю про PDF. Как раз специально я создала для вас PDF инструкцию, как можно применять эфирные масла, если у вас есть такая проблема. Какими методами? В компании Дутера есть еще и линейка продуктов с этой смесью. И хочу обратить ваше внимание на то, что эта смесь есть не только в чистом виде во флаконе, но она есть также и в роллерах. И там уже она разбавлена с фракционным кокосовым маслом, что очень удобно будет использовать наружно, если вы, например, находитесь не дома. Также есть смесь OnGuard в гранулах, есть прекрасный диспенсер для жидкого мыла для рук, есть жидкое средство для стирки, есть многофункциональное моющее средство или мыло для рук Дутера, есть отбеливающая паста с этой смесью, ну и пробники. Так что вот вы можете приобрести такой комплект из 10 пробников и дарить своим близким или знакомым, чтобы они тоже протестировали воздействие этой смеси. Также есть ополаскиватель для полости рта, есть капсулы, OnGuard, леденцы для рассасывания, чистящий концентрат, ну и также есть смесь OnGuard в роллере для чувствительной кожи, то есть она будет меньшей концентрацией. Если вам захочется узнать более подробно об этих продуктах, по ссылке, где собрана вся информация, вы найдете еще и справочник по биологическим активным добавкам компании Дутера. Поэтому если вам эта информация интересна, изучайте там информацию и про БАДы. Итак, переходим с вами еще к одной смеси. Это смесь респираторная, БРИС, или если вы эту смесь заказываете, например, с английского или американского склада, то она там будет называться R. Но это одна и та же смесь, не переживайте. Давайте разберем состав этой смеси, чтобы понять, как эфирные масла в составе нее будут воздействовать на наш организм. Первое одиночное масло, которое входит в состав смеси OnGuard, это эфирное масло лавра. Благодаря активному веществу в составе этого масла, цинеолу, которое составляет около половины массы всего состава этого эфирного масла, оно обладает прекрасным антибактериальным, антисептическим свойством, обезболивающим. Это прекрасное противоспазматическое, тонизирующее нервную систему средство, прекрасное противогрибковое, антибактериальное, стимулирующее средство. В состав смеси БРИС входит еще одиночное масло мяты перечной. Это масло мы будем с вами разбирать на следующем занятии, подробно на нем останавливаться я не буду, но лишь скажу, что это уникальное масло, но проявляет одновременно два интересных свойства. Оно является одновременно и согревающим, и охлаждающим. Это масло натуральный источник ментола и ментона, и благодаря вот этим компонентам оно проявляет свои антибактериальные, противовирусные, антисептические свойства, прекрасно снимает спазмы, часто применяется как болеутоляющее средство и противовоспалительное при наружном применении, тонизирует и стимулирует нервную систему, согревает и охлаждает. Так что важно очень знать все эти свойства, чтобы правильно использовать данное масло. В состав смеси входит еще и одно эфирное масло из нашего семейного набора – чайное дерево. Это масло мы тоже будем подробно разбирать на нашем курсе. Активное вещество – в этом масле является вещество терпинен. И благодаря именно этим активным веществам эфирное масло чайного дерева является прекрасным средством при лечении грибковых заболеваний, укрепляет иммунитет, прекрасное антибактериальное средство, ну и обладает широким спектром действия, потому что у него очень богатый состав. Мы можем его использовать и внутрь, и наружно, и использовать для ингаляций. И это уникальное масло, потому что мы можем использовать его и в чистом виде. И для наших детей оно может применяться уже с первых месяцев жизни. Ну и естественно, мы должны подбирать правильные методы ароматерапии и дозировки. Эфирное масло лимона. Это тоже масло из нашего семейного набора. Мы подробно будем его разбирать на втором занятии нашего курса через неделю. Это эфирное масло верхние ноты. Оно тонизирует, улучшает настроение. Это прекрасный антисептик, обладает вяжущими свойствами. Благодаря активным веществам в своем составе, это лимонен и бетапинен, терпинен, оно обладает противогрибковым действием, противовирусным, освежающим действием, общеукрепляющим, антидепрессивным, прекрасно восстанавливает и нормализует обмен веществ, воздействует на органы пищеварительного тракта и решает многие другие проблемы. Мы можем использовать его и внутрь, и наружно. Но имейте в виду, что это масло, как и апельсин, является фототоксичным, поэтому внимательно необходимо его использовать наружно при активном солнце. В состав смеси Бриз входит еще одно одиночное масло, масло Равинсары. У нас с вами есть два похожих масла в составе этой смеси. Они даже пишутся одинаково практически, только отличаются одной буквой. Вот Равинсара. Ну, чтобы различать их, я называю его коричником. То есть, принято называть его коричником. И второе масло, это масло Равинсара. Ну, оно так и будет называться. Равинсара. Это два масла принадлежат одному классу растений, из которых производятся эфирные масла, но, конечно же, будут обладать различным воздействием на наш организм. так, что-то я пропустила. Так, про Равинсару поговорим. Это эфирное масло семейства лавровых. Благодаря своим компонентам является прекрасным иммуностимулирующим средством, проявляет свои антивирусные, антибактериальные и успокоительные свойства. Ну и, так же, как и мята перечная, стимулирует нашу нервную систему. В составе этой смеси есть еще одиночное масло кардамона. Это специя. Наверняка вы с ней знакомы. Возможно, даже вы применяете эту специю при приготовлении пищи. Благодаря активным веществам это эфирное масло. Прекрасное средство для лечения различных противовирусных инфекций. Это отличное антибактериальное средство, антиоксидантное, то есть защищает нашу клетку, тонизирует нашу нервную систему и улучшает пищеварение. Его тоже можно использовать внутрь. эфирное если мы сделаем анализ всех одиночных эфирных масел в составе этой смеси, то мы с вами увидим, что в основном здесь используются масла верхней и средней ноты. Здесь очень много эфирных масел специй, поэтому это эфирное масло будет влиять на наш организм соответствующим образом. В целом респираторная смесь изготовлена из листьев лавра, эвкалипта, мяты перечной, чайного дерева, равенцары, коричника камфорного, кожуры лимона и семян кардамона. А, вот еще эвкалипт я пропустила, но эвкалипт у нас был выше смеси онгард. Итак, благодаря этим одиночным маслам, которые есть в составе смеси БРИС, эта смесь очищает, дезинфицирует и дезодорирует воздух в закрытых помещениях, поэтому в первую очередь для профилактики мы можем включать это масло и распылять в диффузоре или при помощи распылителя. Обладает противовирусным, антибактериальным, дезинфицирующим действием и помогает восстанавливать в первую очередь работу нашей дыхательной системы, поэтому эта смесь так и называется дыхание. Облегчает и освежает дыхание, помогает снять заложенность носа, но если у вас такой приступообразный сухой кашель, то я не рекомендую использовать эту смесь и особенно на ночь. Она будет вызывать отхождение мокроты, отхождение жидкости, у вас начнет откашливаться все, и вы получите обратный эффект. Смесь БРИС будет содействовать спокойному сну, укреплять иммунитет, усиливать защиту дыхательных путей и при различных инфекциях будет ускорять выздоровление нашего организма. Помогает избегать различных хронических воспалительных процессов в дыхательной системе, ну и оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие. Перед тем, как разобрать рецепты применения этого эфирного масла, вернее, этой смеси эфирных масел в домашних условиях, давайте с вами остановимся на особенностях применения и использовании в аромотерапии. В первую очередь, первым противопоказанием для переменения будет индивидуальная непереносимость одного из компонентов данной смеси. И эта смесь не используется внутрь, мы используем ее только наружно и для ингаляции. Рекомендуется очень аккуратно использовать эту смесь для беременных женщин. И из-за того, что здесь есть фототоксичное масло лимона, рекомендуется избегать прямых солнечных лучей в течение 12 часов после нанесения на кожу. Всегда разбавлять для детской и чувствительной кожи. Детям от 6 лет и старше мы используем эту смесь в низких дозировках и наружно и при ингаляциях. Ну и, конечно, стараемся избегать контакта с чувствительными областями, потому что здесь есть раздражающие масла и масла сильные. Итак, нам осталось с вами разобрать практическое применение этой смеси. С ней тоже рецептов в домашнем задании будет не очень много, поэтому вы тоже можете выбрать 2-3 рецепта, попробовать применить эту неделю, эту смесь и поделиться с нами результатами. В первую очередь смесь Бриз мы можем использовать для спокойного сна, но не в том смысле, что это расслабляющее средство, а в том смысле, что оно будет помогать облегчать дыхание, снимая заложенность и отечность носовых проходов. Поэтому для того, чтобы помочь себе, когда есть какие-то проблемы с дыхательной системой, мы можем просто вдыхать эту смесь из крышки на протяжении дня. При повышенной чувствительности кожи необходимо разбавить это масло с фракционным кокосовым маслом компании Дутера или с любым другим растительным маслом, которое мы используем для ухода за телом. Для поддержания здорового состояния дыхательной системы мы можем растирать грудную клетку. Опять же, приготовить для этого необходима смесь с растительным маслом или с базовым маслом, еще так его можно назвать, и втереть в проекцию спереди и сзади. Опять же, какие дозировки, как часто это делать, каким курсом, все зависит от состояния человека и от тех заболеваний, которые есть у него на данный момент. Детям это масло можно капать на подушку, но не прямо на то место, куда ребенок кладет голову, а максимально подальше, на уголок подушки или вообще подальше на простынь, если, например, у вас нету диффузора. Если вы капнетесь слишком близко к носу, наоборот, может получиться не очень приятный результат, ввиду того, что концентрация этой смеси будет такая большая, что, наоборот, это вызовет скорее тонус, чем расслабление. Поэтому, повторюсь еще раз, для детей соблюдайте правильные дозировки, чтобы не получить совершенно другой результат. Очень часто, говоря про масла, мы говорим о правилах применения, о мерах безопасности, но многие взрослые нарушают эти правила, а потом говорят, что масла не работают, или специалист, который порекомендовал, не очень хороший, ну и компания вообще плохая. Так что, изучайте теорию, прежде чем переходить к практическому применению. Для облегчения дыхания и общего состояния при затхлом воздухе в помещении мы тоже можем использовать эту смесь. Если у вас есть чувство замкнутости пространства, можно вдыхать эту смесь из флакона, либо из крышки, либо капнуть на ладони и вдыхать прямо с ладони. Сезон простудных заболеваний в осенне-зимний период или зимний-весенний используйте эту смесь для дезинфекции воздуха в помещениях. Это вам поможет соблюдать профилактические меры и быть здоровым. Ну и в чате очень часто задают вопрос, как можно помочь человеку, если у него есть храп. Вот эта смесь тоже прекрасно будет помогать. И вообще одиночное масло, мяты перечной и все смеси, в состав которых входит мята перечная. Но учитывайте, что это должен быть не один какой-то вид методов ароматерапии, а это должен быть комплексный подход. Если вы ведете активный образ жизни, занимаетесь фитнесом или являетесь даже профессиональным спортсменом, можно наносить эту смесь эфирных масел на грудь или вдыхать перед тренировкой. Например, я беру для этих целей аромакулон, наливаю необходимое количество эфирного масла в аромакулон и с ним занимаюсь. Эфирное масло в таком случае помогает активизировать, усилить дыхание и облегчить нагрузку на наш организм. В компании Дутера есть тоже линейка с этой смесью, правда, она не такая большая, как со смесью OnGuard. Поэтому вам важно знать, что есть эта смесь не только в чистом виде, но и в роллере, то есть она там уже разбавлена для наружного применения. Есть также леденцы для рассасывания и стик-ингалятор. Если вам хочется изучить эту информацию подробнее, эта информация есть на официальном сайте компании Дутера или в наших справочниках, которые вам предоставлены по ссылке. Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего занятия. Мы с вами разобрали две смеси. Защитную смесь эфирных масел OnGuard и респираторную смесь эфирных масел БРИЗ. Мы поговорили о применении этих смесей в домашних условиях и узнали про то, что есть уникальные свойства эфирных масел и что они совершенно другим образом работают, когда находятся в компании друг с другом. Так, я останавливаю демонстрацию экрана. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать, я на них отвечу. Ну и у нас